А что это ты такое принесла? Это же жару из печерочки. А откуда ты их взяла, Мимилка? Ну, ну как тебе сказать, ты меня не будешь ругать? Ну посмотрим. Ну я их обменяла на свою игрушку-уточку. Ну как же так, она же была твоей самой любимой. Ну, ну вдруг нам попадется печерка. Уж, Мимилка, я на это надеюсь. А то ты будешь плакать, не бойся. Ну ладно уже, давай открывать. Хорошо, поехали. А у меня еще вот такие есть, я их уже в школе открыла. Сейчас мне Клео будет помогать открывать моих жару и заодно вести подсчеты, сколько их тут. Ну хорошо, давай начинаем с самой серединки. Открываем. Там попался вот такой вот завар. Кладем его в коллекцию Мимилки. Следующий пакетик. Открываем. Интересно, кто же будет здесь? Чем-то напоминает акулу. Мимилка. Мимилка. Ой, не нядя, не нядя. А то вдруг он мне еще в кошмарах пришлится. Ладно, пока мы его отложим. Думаю, с бусинкой будете все равно играть. Следующий завар. Так, это же охватывайся. Вот такой завар зеленого цвета. Прям такой красивый. Ой, какая у меня уже большая коллекция. Так, мы уже открыли три. И еще плюс три. Три плюс три. Наверное, пять. Нет, Мимилка, ты чего? Это будет шесть. Ой, точно, я забыла. Так, открываем дальше. Мимилка, какого выберем? Ну, давай самого крайнего. Вот такой. Здесь что-то маленькое. Открываем. Интересно, что это? Посмотрите, это не завар. Это значок вискос. Не знаю, редкий ли он. Потом, если что, посмотрим. Надеюсь, что редкий. Не взрывай же я свою уточку променяла. Так. Открываем следующий пакетик. Ребята, у нас первая повторка. Ну, я, наверное, тогда ее Бушеньке отдам. Бушенька, думаю, обрадует, что она любит фиолетовый. Хорошо, открываем дальше. Здесь тоже какой-то маленький пакетик. Наверное, это еще один вискос. Хотя не хотелось бы повторку. И нет, это оказался птеродактиль. Вау. Это будет мой легендарный динозавр. Я принесу в школе, все обжавидуются. Думаю, виски тоже все обжавидуются. Давайте посмотрим, кто же здесь. Опачки. О, посмотрите, этот завр блестящий. Мимилка, нам обязательно надо будет посмотреть, легендарные ли они. Обижательно, обижательно. А то что это? У нас, может быть, тут легендарки под носом, а мы ничего не знаем? Ладно, Мимилка, открываем дальше. Какой пакетик? Ну, давай вот, который прямо рядом со мной. Хорошо. Сдвинем все пакетики в серединку, чтобы знать, сколько еще примерно осталось. Кстати, давай посчитаем, сколько у нас. Посчитай, Мимилка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Нет, Мимилка, восемь. Восемь, девять, десять. Уже десять жавров. Итак, продолжаем. Берем следующий пакетик. Открываем. Что же тут? А, еще один пиродактиль? Или это какой-то другой динозаврик? Интересно. Вот такой вот красивенький, бирюзовый. Мимилка, тебе нравится? Да, такой красивый и жумрудный. Кладем его. Давай открывай дальше. Открываю, открываю, Мимилка. Итак. А, посмотрите, ребята, нам попалась пятерка. Ребята, это же легендарная пятерка. Вау, не зря ты уточку променяла. Видимо, да. Видимо, так решили сама судьба. Ну что ж, не терпится открыть все дальше. Вдруг еще повторка пятерки попадется, так вообще будет здорово. Открывай пакетик. Открываем. Чпуньк. И тут у нас вот такой вот оранжевый динозавр с рожками. Мимилка, сейчас тебе этот динозавр забодает. Не, не надо. Ладно, хорошо, я пошутила. Открываем дальше. Оп. И тут у нас, посмотрите, еще один блестящий динозавр. Тоже оранжевого цвета. У нас еще есть вот такой вот зеленый. В общем, ребята, новичкам везет. Открываем дальше. Ребята, по ощущениям, неужели это еще одна пятерка? Открывай, пожалуйста, Клео, ну пожалуйста. Хорошо, открывай, открывай. Мне самой не терпится посмотреть. Ребята, ну это просто везение какое-то, мимилки. Ребята, еще одна пятерка, я прям вообще, ну круто же. Ну я же говорю, новичкам везет. Уточки, все бегите в пятерочку, покупайте жавров, может вам тоже повезет. Кто хочет, чтобы я заиграла эту пятерочку, ставьте лайк. Кстати, сзади написано, ждем в гости. Ребята, открываем дальше. А вдруг в этой горе опять попадется пятерка? Не, ну а что? Подождите, подождите, надо посчитать наших жавриков. Один, два, три, четыре, пять, шеф, шем. Мимилка, не забывай, восемь. Восемь, девять, десять. А дальше я забыла. Хорошо, мимилка, я посчитаю за тебя. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Уже скоро будет двадцать завров. Открываем следующий пакетик. Кстати, давайте посмотрим, кто у нас есть на обложке. Вот такой вот синенький динозаврик у нас имеется. Мимилка его уже открыла в школе. Есть вот такой вот птеродактиль. Нету вот такого вот серенького заврика. Вот такой вот коричневый динозаврик у нас имеется. Вот он. Фиолетовый. К сожалению, такого фиолетового нету. Надеюсь, что нам попадется. И вот такой у нас он есть. Вот он какой, лапочка-милашка. Открываем пакетик. Ребята, нам попался как раз этот серый завр, которого нам не хватало. Ну это прям движение полное. Открываем. И тут у нас вот такой вот блестящий завр. Посмотрите, вот такой вот. Мятного цвета. Очень красивый. Мне, как девочки, попадаются жавры в блёшточках. Так что вы не думайте, что динозавры созданы для мальчика. Ставьте, ребята, а может быть он швечится в темноте. И все остальные, которые с блёшточками, надо будет проверить. Хорошо, Мимилка, проверим. Два пакетика заветных осталось. И, по-моему, вот здесь лежит третья пятёрка. Мы её оставим на потом. Давайте сейчас откроем вот этот пакетик. Здесь нам попалась повторка. К сожалению, вот такой вот. Пятёрка, 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 пятёрка! Пятёрка. Ждём в гости. А вы не забывайте поставить лайк и подпишитесь на наш канал. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы приходить к нам на новые видео. Ждём в гости. Делаем перекличку наших завров. Поехали! Карнатозавр есть. Галилемус, галилемис, галимимус есть. Дилофозавр есть. Велоцираптор есть. Мазазавр есть. Барионикс есть. Трицераптор есть. Он уже, кстати, редкий. Паразауролова нету. Димитродон есть. Тиранозавр Рекс есть. Он, кстати, светится в темноте. Потом вам покажу, как. Трицерапторса у нас, к сожалению, нет. Птеранодона нету светящегося. Тиранозавр Рекс обычный у нас есть. Так же, как и светящийся. Птеранодон такой обычный есть. Вот он такой, очень, кстати, маленький. Стигозавра у нас нету. Стигимолох. Он, кстати, не коричневый, а вот такой вот оранжевый. Вот он. У нас он есть. Анкилозавр есть. Аж две штуки. Диморфодон есть. Тоже две штуки. И легендарки пошли. У нас есть три пятерочки. И вискос один. Вот так вот. И все. На этом коллекция Завров закончена. Ребята, мне очень повезло, что у меня попали аж четыре легендарочки. Потому что некоторым вообще не выпадают. Так что вы поставьте лайк, если рады же меня. А сейчас Клео вам покажет, как светится вот этот вот красивый чернозавр Рекс. Вот такой вот он один огонек. Если вам нравится, то поставьте лайк. Спасибо. 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 Спасибо.